Всем привет! С вами снова BI-Consult. В этом коротком видео мы покажем и расскажем из чего состоит сервер Qlik Sense, как он устроен, не погружаясь глубоко в детали, для общего понимания. Так как это один из ключевых компонентов всей экосистемы Qlik, то важно, особенно тем, кто будет непосредственно связан с поддержкой и разработкой среди сервера QlikScience, понимать, как это все устроено, как это работает. Содержательно мы разбили это на следующие блоки. Первый блок наиболее объемный это QMC или Qlik U-менеджмент консоль. Мы посмотрим там, как устроена инфраструктура, какие с ней связаны элементы меню службы, чем, какими средствами обслуживается основной контент сервера, то есть данные и отчеты и некие механизмы управления как на уровне безопасности, так на уровне производительности сервера. Следующий раздел это HUB. Это основной пользовательский портал, где пользователи Qlik видят приложения и отчеты. Следующий раздел это немного подробнее о службах, так как важно понимать со стороны сервера, как они устроены, как с ними обращаться в случае каких-либо проблем и сбоев. Следующий раздел это DevHub или Development Hub. Это хаб для разработчиков, скажем так, продвинутых пользователей. И немного об API, поскольку Qlik имеет достаточно развитый набор интерфейсов для работы с ним на уровне программного взаимодействия. Немного расскажем и покажем, что это из себя представляет. Начнем по порядку. Первая инфраструктура. Перейдем в QMC клика, который по умолчанию расположен по адресу вашего сервера и с добавкой QMC. Первое, что мы посмотрим, это лицензирование. Лицензии находятся в разделе License Management. Здесь указана общая информация, сводная о том, какие лицензии есть, какие из них выделены. Есть раздел для раздачи управления лицензией, а также раздел для просмотра данных о самой лицензии. Доступ к функциям самого QMC осуществляется через меню Start. При этом можно нажать на саму кнопку Start и меню будет выведено слева и вертикально, либо нажать раскладывающуюся иконочку и меню будет показано во всплывающем виде без перехода между страницами. Следующее, о чем пойдет речь, это прокси и виртуальные прокси. Прокси это элемент сервера, который, собственно, обслуживает вход пользователей на сервер, то есть в нем назначается, на каких портах работает служба и так далее. И следующее, это виртуальный прокси. Виртуальный прокси связан с авторизацией пользователей на сервере. То есть с тем, как пользователи будут авторизоваться, посредством чего. Следующее меню это Engines. Это так называемые движки клика. Здесь можно посмотреть, либо настроить его параметры. Там папка по умолчанию, некие таймауты. То есть те параметры, которыми можно управлять ядром сервера из QMC. Следующий раздел это Планировщик или Scheduler. Это служба, которая занимается управлением расписанием запуска задач. Здесь в меню можно посмотреть, какие у нее есть параметры по умолчанию, работает ли эта служба на этом сервере или в составе кластера. Она распределяет задачи по другим серверам. Можно посмотреть уровень логирования и так далее. Собственно, как у любой другой службы клика. Следующая служба это Репозитарий. Один из ключевых элементов всей серверной инфраструктуры. Репозитарий, это по сути, база данных Postgres по умолчанию, в которой хранятся мета данные Clicksense как такового и плюс данные связанные с обслуживанием служб Clicksense и так далее. И здесь можно посмотреть также параметры логирования, то есть уровень логирования настроить для службы для того, чтобы какие-то моменты отладить. Следующая группа служб, она связана с построением кластеров уже. Это сервис Cluster. В нем задаются параметры, где расположены папки для хранения тех или иных данных службы и так далее. Следующая это notes, то есть узлы самой инсталляции. В данном случае у нас одна серверная инсталляция, поэтому здесь один узел и представлен. И следующее меню это Load Balancing Rules. Это правила, которые настраиваются для того, чтобы собственно распределять нагрузку в случае многосерверной инсталляции, в случае кластера, по сути. Содержательно об инфраструктуре это все. Следующая группа служб, ну либо не служба, а разделов меню QMC, это то, что связано с данными и управлением данными и отчетами. Возвращаемся в меню QMC. Первое это Data Connections. В нем представлен список соединений к источникам. При этом источники могут быть самые разные. Как многие, наверное, знают, это могут быть субэдэ, классические сквельные, это могут быть не сквельные субэдэ, это могут быть различные API интерфейсы, файлы, различные веб источники и так далее. В самом этом интерфейсе создать соединение нельзя, но можно посмотреть параметры подключения к тому или иному источнику и увидеть, что и как настроено. Допустим, мод подключения к папке. Следующее это, собственно, приложение. Основной раздел, где, собственно, представлены данные о приложении. Можно выполнять различные с ними операции, как публикация, дублирование, назначение, переназначение потоков пользователей, задавать дополнительные параметры и так далее. Масса-масса возможностей связано с приложениями. Также можно отсюда же задать, допустим, создать для приложения задачу, но об этом чуть позже. Следующее это потоки. Потоки это, по сути, поскольку Кликсенс это облачное решение, потоки для пользователей Кликсенс это аналоги папок в операционной системе, допустим, Windows, да, в которые, в которые складываются, ну, публикуется приложение. Здесь можно также зайти в атрибуты, посмотреть, как настроены разрешения для пользователей и так далее. По сути, для любого объекта QMC это все в той или иной степени похоже. Следующий ключевой раздел QMC это задачи на обновление. Достаточно мощный механизм, то есть можно задать расписание на запуск той или иной задачи, в рамках которой будет запущено то или иное приложение Кликсенс на исполнение, при этом расписание достаточно гибко задается. Можно выстраивать иерархию задач, то есть одна задача может вызывать запуск, ну или не запуск, в случае успеха или неуспеха, по следующей задаче и так далее. То есть, ну и все это, разумеется, может повторяться по расписанию. Следующий раздел это Content Libraries, поскольку опять-таки Кликсенс это решение облачное, все ресурсы его, которые используются, там картинки, допустим, или какие-то файлы, они объединяются в так называемой библиотеке содержимого, библиотеке контента или Content Libraries, где пользователи, имеющие, разумеется, право на это, могут размещать свои ресурсы и которые в дальнейшем использовать в приложении. В данном случае мы видим, что есть библиотека с какими-то картинками, ну чаще всего это картинки для оформления приложений. Следующий раздел, который связан с разработкой приложений на базе Кликсенс, это раздел Extensions, где можно увидеть, ну просто по сути список расширений, можно импортировать расширения, ну расширение в Кликсенс это, скажем так, отдельная тема для разговора, углубляться мы не будем, но можно для каждого приложения посмотреть, что оно собой представляет, посмотреть какие с ним связаны правила, кто имеет доступ и так далее. Ну расширения они могут представлять собой как реализацию каких-то визуализаций, так и какую-то, решать какую-то задачу, скажем там, по интеграции, импорту, экспорту и так далее. А следующий раздел, к которому мы обратимся, это управление, ну управление в разных смыслах. Первая часть меню, которое мы рассмотрим, это меню, связанное с управлением как раз таки доступом, безопасностью, то есть это первый раздел, это User Directory Connectors, это в большинстве, скажем так, случаев, связанных с использованием Кликсенс, это интеграция с Active Directory, из которой Кликсенс автоматически по заданным правилам, по расписанию будет загружать данные о пользователях и, собственно, в дальнейшем эти данные будут использоваться для авторизации и разграничения прав, полномочий на доступ к данным, к приложениям и вообще к ресурсам сервера. Следующий раздел это, собственно, пользователи, как импортированные посредством коннектора, так и пользователи, созданные, скажем так, вручную, то есть здесь, в частности, видим это пользователи учебные записи для тех, кто обучается Кликсенсу. Следующий раздел это Security Rules, тоже достаточно обширная тема возможности Security Rules, они не то чтобы безграничные, но около того, это некие правила, некий механизм даже на уровне сервера, который позволяет давать или не давать права на те или иные ресурсы сервера. Это могут быть приложения, отдельно взятые страницы и объекты, доступ к экстеншенам, доступ к папкам и так далее, и так далее. То есть это, по сути, такой универсальный механизм в рамках сервера, позволяющий задать ту схему, реализовать ту ролевую модель, которая в организации либо есть, либо формируется, по ходу дела, внедрение Кликсенса. Следующий раздел тоже достаточно мощный механизм, который связан с Security Rules тоже. Это так называемый Custom Properties, либо свойства некие, которые в рамках сервера администраторы могут задавать. То есть это, по сути, какой-то набор значений. В данном случае мы видим это Custom Properties, которые назвали Environment Среда, со значениями Dev, то есть Development Prod Production и Test Test. И сказали, что это свойство, вот с такими тремя значениями, может быть назначено следующим объектом. То есть, соответственно, в разделах, соответствующих меню KMC, мы сможем этим объектом, допустим, приложением назначить свойства Environment с тем или иным значением. И впоследствии значение этого свойства использовать Security Rules, либо просто для фильтрации просмотра данных о тех или иных объектах. Следующий раздел, связанный с управлением, это Monitoring Apps или приложение по отслеживанию, по мониторингу, состояние сервера, ресурсов сервера, там, допустим, процессов обновления данных, загруженности сервера. По умолчанию приложения, ну, некоторые установлены, некоторые нужно скачивать и ставить, но, в целом, такая возможность в рамках сервера предусмотрена. То есть, допустим, сам Клик, он поставляет приложение, допустим, по анализу процессов загрузки данных. Соответственно, это приложение можно установить на сервер, настроить его обновление и получать регулярно свежую информацию об процессах обновления, ну, то есть, по сути, запуска задач, запускаемых в рамках сервера. Следующий раздел, это Hub. По сути, это основной интерфейс пользователя ClickSense. Hub представляет из себя, ну, по сути, обычный веб-портал, слева в котором представлены те самые потоки Streams и в правой части список, ну, либо в списочном виде, либо в виде там шашечек, да, то есть список приложений, которые пользователю доступны. Для перехода в приложение достаточно выбрать его и, собственно, отобразится страница с видом приложения. Следующее, это службы сервиса, но немножко с... службы ClickSense немножко со стороны самого сервера. То есть, если зайти в консоль сервера, то есть, где сервер ClickSense работает, то в списке служб будут видны те самые службы ClickSense, то есть, в частности, служба планировщика Scheduler, служба репозитария, служба прокси, служба принтинг, служба печати, то есть, когда ClickSense что-то экспортирует в Excel, либо в PDF, эта служба задействуется. Служба, собственно, ядра ClickSense и так далее. Сами службы, разумеется, у них есть исполняемые модули, которые находятся в папочке Program Files, ClickSense, и для каждой службы, ну, например, вот прокси, то есть, мы видим, что здесь есть исполняемые бинарные файлы, и плюс к этому сами службы работают и пишут логи в папочку Program Data, соответственно, ClickSense, папочка Log, и вот в папочке прокси мы видим аудит, там, системные логи прокси, то есть, в которые можно зайти, и в случае каких-то проблем, то есть, если мы видим, что сервер, допустим, там нам совсем не отвечает или отвечает не так, как ожидается, то первое, что стоит делать, это смотреть, разумеется, логи, но это информация больше для тех, кто будет поддерживать установку ClickSense. Ну и, соответственно, в папке с исполняемыми модулями находится ряд конфигурационных файлов, настройки некоторые доступны только в конкурсионных файлах. Ну, это уже дело конфигурирования, дело управления сервером, достаточно глубокий вопрос. Следующий это DevHub, это то, что доступно из обычного хаба, но, разумеется, это может быть ограничено или неограничено для пользователей. Значит, DevHub представляет собой, ну, по сути, тоже веб-интерфейс, в котором представлены возможности ClickSense по созданию тех самых расширений, либо мошапов, ну, либо по работе с API-ами. На странице DevHub можно увидеть расширения, установленные на сервере, при этом обратиться к их настройкам доступным, вызвать просмотр расширения, ну, либо вызвать редактор для создания нового расширения. Расширение описывается, ну, в определенном синтаксисе. Далее, о чем хочется рассказать, это так называемый Mashups, это, по сути, заготовки веб-страниц, в которые можно включать элементы из приложений ClickSense, то есть можно выбрать, ну, создать какой-то макет веб-страницы, выбрать приложение, из которого мы хотим отобразить на нем данные, перетащить эту визуализацию на соответствующий элемент страницы, и нам будет отображено то, что реализовано в ClickSense, и дальше этот Mashup можно использовать в своих разработках. Ну и последний в рамках данного обзора, это API ClickSense. Их мы посмотрим посредством того же самого Development Hub. Для этого достаточно выбрать соответствующий его раздел, и мы перейдем на страницу, на которой ClickSense одновременно и демонстрирует, как использовать API ClickSense, то есть это как бы раздел Help, можно считать на такой динамический, и, собственно, сам осуществляет вызовы API. Достаточно нажать кнопочку Connect to Engine, он соединяется со своим движком, при этом сам же выводит в динамике, то есть с отметками времени, запросы, которые он формирует, и получаемые им ответы. Имя функции, оно отображается в этом вот элементе интерфейса. Далее мы можем выбрать приложение, которое нас интересует, то есть мы можем запросить контент приложения на уровне API. Вот мы его запросили, это приложение, нам ClickSense ответил, что да, такое есть. Дальше мы можем, соединившись с приложением, посмотреть, какие объекты в нем есть. Ну, например, пускай это будет список переменных. Вот он построился, запрос автоматически. Можно нажать кнопочку Execute, и нам ClickSense покажет, какую последовательность запросов для этого нужно выполнить. То есть первый запрос такой, и второй запрос такой. Ну, собственно, один в один, или почти в один, это можно использовать в своих реализациях, ну, разумеется, с пониманием дела, то есть что для чего используется, ну, на базе какого-нибудь Python, либо там C-Sharp, C++, кто что любит, Java и так далее. Всем всего доброго, успехов в использовании ClickSense. Субтитры создавал DimaTorzok